Что они делали? Они делали сайт, ломали какие-то свои же китайские автокэшки, делали там марки, это бегущую строку, там в один пиксель шириной в 5 пикселей высокой, и ставили там 360-400, я помню, было ссылок на все свои целевые страницы своих сайтов. Получили марки вот этого, знаешь, Бежитка поставляют, они делали шириной в 5 пикселей, и они подсыпали порядка 300-400 ссылок на все свои целевые страницы, причем они могли еще таких сделать несколько бегущих строк, потому что на разные сайты ссылались, они ломали какой-то один фтп, добирались до кучи сайтов, и на всех сайтах такое делали. И получалось так, что их сайты за месяца 2-3 набирали порядка 50 тысяч ссылок с разных сайтов, и вылазили в топ, сидели в топы какое-то время, там 2 недели, 3 месяца, потом Google их, соответственно, фильтровал, но за это время они успевали сделать себе там еще десятки новых таких же сайтов. Наш бюджет, в общем, достроился как обычно, 50% мы тратили на ссылки и на контент, 50% мы брали за работу. Так, количество клиентов я рассказал. А, ну да. Мы когда двигали по реплике Watches, нельзя было впихнуть, в общем-то, всех, кто-то был выше, кто-то ниже, брали огромные подборы, большие по СЧ, по НЧ. Получается, что даже если человек не был в топе по реплике Watches, то он был в топе по каким-то другим низкочастотникам, его покупали часы, и он был доволен. Допустим, сейчас это тоже такая штука, штука, фишка, что по реплике Watches лучше не попадать в топ-10, потому что ты улетаешь. У нас есть знакомый, который двигает под Великобританию, и он боится залетать в топ-10, потому что там постоянно топ меняется. Он двигает какие-то низкочастотники, нормальная себя чувствуешь. Обращает внимание. С сайтов фильтр не уходит. Обращает внимание. Ну, наверное, я не знаю, как это автоматом происходит или нет. Выбрался, раз ты выбрался по реплике Watches, наверняка ты какой-то спамер, и все. У вас сейчас нет гроба топа, да? Сейчас какие? Нет, сейчас такого нету, потому что там приходили китайцы. Что-то у нас было, но я не знаю, в виду.